Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, Теория Сигмы. Тут такие дела. Холодная война на дворе, идет обычная работа, запись. А после ее окончания я узнаю, что запись практически уничтожена. То есть она есть, но голоса нет. Кто-то, кто-то заглушил голос правды. Конечно же, не обошлось без иностранных шпионов, возможно, хакеров. Ну, что есть, то есть. Я бы хотел объявить тут ядерную войну, но думаю, нет, соберусь, возьмусь и отправлюсь вновь на задание. И, наверное, со старой даже командой. Маэстро, Тигр, Славик. И я вот думаю, возьму в этот раз не восьмерки, а мне в команде не хватает красивой, симпатичной девушки. Я думаю, что и ей найдутся какие-нибудь задания. Потому что у дипломатов там не все совсем нормально, с предпочтениями, ориентациями и тому подобное. Так что, Афродита, добро пожаловать к нам в команду. Продолжить, продолжить. Итак, у нас честный водитель, маэстро, Тигр, изворотливый эксперт по холодному оружию. Просто беспощадный хакер, беспощадный убийца-хакер, Славик. И Афродита, харизматичная, замаскированная, симпатичная особа. На этой карте отображается, ну, это все понятно, что на этой карте отображается. Мы уже все это видели и слышали. Поэтому как можно это все быстрее. Жалко, конечно, ту историю. Но та история осталась в прошлом. Кстати, там я проводил эвакуацию по... То есть, не эвакуацию, а я просто решил захватить ученого и силой его перетащить в страну. Не получилось. Агента моего пришлепнули. Итак. Ты у нас, 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 ты у нас... Проникнешь в страну Германия. Ты у нас... Подожди. У нас ученые. У нас новые ученые. И экономика, астрофизика. София Волокович Волочкова. И Виктор Николаевич Глушко. Глушко и Волокович. Ну, в принципе, то же самое, по-моему. Ну, имена, по-моему, разные. Ладно. Кореянка у нас летит в Корею. Быстрое перемещение без оружия. Тигр у нас отправится... Рекогностировка у него проведена в Англии. Я думаю, что ты туда и отправишься. Хотя лучше направляться в страны, где у нас сейчас хотя бы более-менее дружеские отношения. А здесь не очень все складывается. Ну, и здесь в Америке тоже не очень. Да и во Франции, да и в Германии. Знаешь что? Лети, лети все-таки в Англию. Лети. Быстрое перемещение можешь без оружия, потому что ты у нас хорошо владеешь холодным оружием. Я думаю, тебе там будет комфортно. Славик у нас полетит в Японию. Быстро перемещаться. Тоже без оружия, потому что оружие Славика – это его мозги. Кибернетические. Конец хода. 27 ноября – самое начало холодной войны. Пока что Россия впереди. Ну, это еще может быть все пересматриваться. Мой агент прибыл к месту назначения. Нажмите на его портрет, чтобы дать ему задание. Исследовательские технологии, найти ученых, рекогностировка. Поиск оружия. Ну, оружия нам как бы не надо, да? Что мы сейчас начнем делать? Я думаю, что сейчас будем пробовать, пробовать вести расследование, искать компроматы на этих дипломатических представителей, на этих дипломатов, на дипломатов разных стран. Славик уже на месте. Я думаю, что он займется тем же самым. Искать компромат на японского дипломата. Кореяночка у нас на месте. Рекогностировка здесь есть. Цзэон Кунг Вон. Я думаю, что ты легко можешь справиться и найти общий язык с этим дипломатом. Главная задача, конечно же, главная задача – найти ученых и привлечь их на свою сторону. Какими уж методами, все равно. Но главное, чтобы их было много. И чтобы они работали качественно. Хотя похищенные ученые не будут работать качественно. Вот замечательно, как бы сейчас, наверное, да? Смотри-ка, всем удалось. Мне удалось узнать об этом дипломате даже больше, чем мы могли надеяться. Самовлюбленность и об япошках. Компромата как такового мы не нашли, но много чего знаем о их личных качествах. Ну что ж, тогда придется, придется, придется начинать связываться. Вот на 30-е попросить встречу с японским дипломатом. Встреча начнется не сразу, тогда с нами время на подготовку. Нажмите на дипломата, которому назначена встреча. На каждого руководителя ведется досье. Ну, как бы, я не знаю, вроде как бы неплохо. Славик возьмет в руки у нас хакерское устройство и, наверное, будет искать ученых, да? Или же все-таки рекогностировку провести? Нет, давай взломать попробуем. Попробуем взломать. Попробуем взломать. И будем искать ученых. Как-то все гладко, очень началось. Это подозрительно. Здесь у нас... Ну что, попробуй собрать, да? Попробуй собрать самовлюду. Ну, подожди. Не об этом собрать. Я сейчас, наверное, дрон разведчика отправлю тебе в помощь. Дрон разведчик нам обеспечит более качественный поиск ученых. Но пока он прибудет... Ну что ж, постоим без дела. Хотя мог бы ты слетать куда-нибудь во Францию и там чего-нибудь, да? А почему бы и нет, да? Давай попробуем слетать во Францию. Пока дрон разведчика долетит до тебя, ты уже что-нибудь да сделаешь. Итак. Здесь как бы дзе он. Самовлюбленная малодушная особа. Интеллекта маловато, но все-таки попробуем использовать интеллект и поискать ученых. Ну, посмотрим, кто у нас победит. Интеллект или... Электроника. Хотя у Славика тоже интеллекта много, это предполагаю. И так, что? Ничего, да? Дмитрий, жена ко мне обращается, но я сделаю как сейчас, как в прошлый раз, да? Она, что... Поздравляет меня. Спасибо, Кастандра. Твоя любовь и поддержка помогают мне успешно выполнять работу. Вот так. Закрыть. Драматические отношения улучшаются, замечательно. Япошка. Может быть, подожди. Все время я с чего-то сбиваюсь. Я с Япошкой. Я так понял, что за эту неделю мы можем провести только две встречи. Нужно найти дипломата, с которым мы можем встретиться второй раз. Дипломаты. Улучшение отношений с нашим работодателем приведет к тому, что у нас будет вербовка, доступная вербовка. Если в случае потери нашего агента, если мы потеряем этого агента, не дай бог, наше правительство может предоставить нам еще одного. Итак, у нас здесь на 30-е, по-моему, намечено. Вот на 2-е декабря я могу связаться с корейским лидером. Да, попросить о встрече, почему бы и нет. Отношения вроде бы как бы неплохие. На первый взгляд. Много, как бы немного. Кое-что сейчас немножко проясняется об этой игрушке, но не все известно еще. Не все известно. Итак, вы на месте, да? Вы на месте. Ты сейчас попробуй Ана Сосиневи расследовать, что это за особо. Ты находишься в Германии, а река Гносаровка у тебя тоже в Англии, да? Ну, ничего, ничего, ничего страшного. Попробуй накопать компромат на эту личность и конец хода. Ноябрь 30-е число. Итак, мне удалось узнать об этом дипломате даже больше, чем мы могли надеяться. Отто фон Лестнер. Паранойя, педантизм. Секрет этого дипломата похоронен очень глубоко, мне не удалось найти ничего полезного. И полковник. Их исследовательский центр слишком хорошо защищен, мне не удалось получить никакой информации. Мне удалось проникнуть в их базы данных, сигмой, и отправить вам подробную информацию об ученых в Японии. О-о-о, угу. Дипломатическая встреча. Ну что ж, будем использовать их черты. Педантизм. Педантизм. Соглашение о чем-то будет достигнуто, если наши хорошие отношения, наверное, будут... Не наверное, а точно будут в зеленой зоне. Малодушие. Этот дипломат может податься на угрозы, подкрепленные реальными фактами. Ну, может быть, у нас есть разве реальные? Ладно, подожди, педантизм. Этот дипломат ценит уважительный тон на переговорах. Ну, наверное, для меня большая честь встретиться с вами. Вот. Взаимно. Что именно вы хотите? Ну, доступ к вашим технологиям мне бы, наверное, и хотелось бы получить, да? Они занимаются, получается, астрофизикой. Ну, или астрономией этой. Но я предпочту, наверное, сначала сейчас улучшать, может быть, отношения дипломатические. Мы хотим мира, только всего. А что вы предлагаете взамен? А мы предлагаем... Что мы предлагаем? Ничего. Признательность в будущем. Нет, да? Не получилось. Мы и Япония не смогли договориться. А жаль. А жаль. А жаль. Значит, попробуем еще связаться, наверное, да? Но уже на четвертое число. Но мне не хотелось портить отношения со своей страной. Не хотелось портить отношения. Ладно. Ты знаешь что? Ты возвращайся... Великобританию. А здесь у нас... Паранойя-педантизм, да? Паранойя-педантизм. Знаешь что? Проведи рекогностировку. Кто его знает, чем мы... Чем дальше мы будем здесь заниматься в этой стране? Корея. Ну, попробуй найти ученых. Интеллект вроде как бы имеется. Славик. Начнем копать. Начнем копать. Определить. Что за ученый? Ну что ж, конец хода. Конец хода. Наш тигр здесь. И он сейчас будет искать ученых. Дрон-разведчик ему в помощь. Два дня это займет. Поэтому пускай копает. Пускай копает. И все остальные тоже где-то копаются. Декабрь 2. Дело идет к Новому году. А у нас тут большие проблемы. Итак. Моя страна Турция в настоящее время проводит военную операцию в Руанде. Поддержка ваших тактических дронов могла бы упрощить наши отношения. Полковник. Миссия выполнена. У меня есть все необходимые сведения об этом ученом. Саруха Шигора. Полковник. Миссия выполнена. Мне удалось проникнуть в их исследовательский центр и собрать все возможные полезные информации. У них финансы и здоровье. Финансы как бы нам нужны. Мы встречаемся с корейским дипломатом. Отношения на серединке. Самовлюбленность. Этот дипломат легко подается налезть. Поэтому ваш послужной список говорит сам за себя. Вы находка для любого агентства. Вы, несомненно, привлекли мое внимание. Да я даже не знаю. Может, сейчас не стоит вот так прям яро пытаться? Или же все-таки стоит? Хорошо, допустим. Так, нам нужны... Что вы именно хотите? Финансы. Допустим, да? И я предлагаю свои технологии. И тоже, например, финансы. Да, да. Мы получаем от Кореи данные по изучению Сигмы. Ну и они, в свою очередь, тоже получают. Я могу отправить один или два дрона в пункт Руанда, чтобы поддержать страну. Наконец-то мой агентом дорожил ученого, работающего на врага. Нажмите на его досье. Итак. Он верный. Этот ученый непоколебим верен своему нанимателю. Бисексуал. Сарухаши. Может, попробовать его обольстить, а? Славик. Ну, это ничего страшного. Ради страны. Ради страны. Ну, да ладно. Я все-таки попробую определить и другого агента. Использовать интеллект Славика и определить. А дрон, боевой дрон, полетит у нас в Руганду или Руанду или... Ну, в общем, в то направление. Ученых удалось найти. Давай попробуем со своим маленьким крошечным интеллектом определить, кто они и что они. Конец хода. Полковник, мне удалось проникнуть в исследовательский центр и собрать всю информацию, которая нам нужна, но меня засекли. Итак, робототехника и здоровье. Полковник, мне нужно пять подопыток для моего исследования. Вам, вероятно, стоит знать, что испытуемые умрут в процессе. Найти добровольцев и объяснить опасность. Я одобряю эти тесты, но испытуемые должны полностью осознавать. Высок чиновников не порадует еще одна статья бюджета, но это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы сохранить здесь некоторые подобия этики. Профессор, ну ты даешь, чем ты там занимайся? Мы ухудшили, конечно, отношения со своим руководством, но не намного. Но я, может быть, хуже бы было бы, если бы, может быть, ученый ушел бы от нас, если мы не даем ему материала, если так можно сказать, о людях. Знаешь что, мне нужно проводить встречи. Мне нужно, наверное, все-таки проводить встречи, например, связаться с корейским дипломатом. Отто фон Лестнер. Ну, жди пока, Отто, жди. Ну, я не знаю. Дрон-разведчик, лети сюда, может, чем-то поможешь? Сейчас будем определять, что же здесь за люди работают. Конец хода. А, ну он ждет дрона. Тогда конец хода. Полковник, их ученый хорошо защищен. Мне не удалось собрать никакой информации. Боюсь, что меня преследуют. Это плохо, Славик, это плохо. Это плохо. Я Пошке у нас навстречу. Педантизм. Ну, так не получится. Надо улучшить отношения. Надо улучшить отношения. Приобрести ученого не получится. Они не согласятся. У нас не те отношения, чтобы приобрести ученого. Хотя бы это было бы очень хорошо. Все-таки нужно улучшать отношения. Улучшать отношения. Мы хотим мира и только мира, чтобы взамен. А давай доступ, например, к финансам. Восемьдесят четыре. Ну, Япония сейчас обгонит, наверное, всех. Может, зря мы такое сделали. Знаешь что? Ты сейчас попробуй вот что сделать. Ты попробуй снизить уровень тревоги. Дальше. Попробовать связаться с... Нет, на шестое число. С немцем не получится. Тогда лучше открыть... Открыть... Вот эту таблицу и посмотреть, с кем можно встретиться. На восьмое. Попросите встречи. Ну, да, надо, наверное, жертвовать чем-то, чтобы победить. Профессор Ким. Предпочтение мужчина. Беспривязанность. Не любит мужчин. Интересно. С разбитым сердцем. Фанат своего дела. Предпочтение мужчины, но не любит мужчин. Опасается? Хм. Интересно, как это все связано-то. Как это все... Ну, ладно, попробуем узнать о другом... О другом ученом. Здесь будем искать ученых. Конец хода. Итак, полковник, мне удалось собрать немного информации об этом ученом, но меня засекли. Полковник, Старфронтер, влиятельная группа, крайне заинтересована вашими исследованиями Симы в области астрофизика. Симы могла подарить нам чудесные решения глобальных энергетических и экономических проблем. И, возможно, даже открыть нам дорогу к мирам. Мы хотим работать с вами. Ваши успехи в нашей области будут вознаграждаться новыми средствами к достижению ваших целей. Мы ценим любые успехи. Вот этот уровень угрозы тут растет. Профессор Старки. Все-таки попробуем использовать свой интеллект и определить, что это за дамочка. Конец хода. А если уровень угрозы будет расти, я думаю, что это приведет, наверное, к войне, может быть. Мне удалось проникнуть в государственную систему оповещения и снизить уровень оповещения в отношении наших проектов по эвакуации. А-а-а. То есть это, наверное, не к войне, возможно, приводит, а... Эм-м... Уровень... То есть, как мы будем проводить эвакуацию? Полковник, миссия выполнена. У меня есть все необходимые сведения об этом ученом. Саймон Брей. Тогда, возможно... Сейчас, секунду. Полковник Всемирный Банк, влиятельная группа, крайне заинтересована вашими исследованиями Сигмы в области финансы. Финансовый баланс еще никогда не был столь выгоден для всех, и мы боимся, что открытие Сигмы нарушат его. Вы же не хотите краха капитализма, правда? Мы хотим работать с вами, и ваши успехи в нашей области будут вознаграждаться новыми средствами. Мы ценим любые успехи. Все корпорации хотят заполучить. Встреча с корейским лидером. Самовлюбленность, малодушие. Ну, лезть, восхищаться, да? Слушай, ну, мне нужен компромат. Мне нужен компромат однозначно. Приобрести ученого. Я сейчас не смогу это сделать. Нужно улучшать отношения. Я думаю, что надо улучшать отношения. Ну, правительству не понравится это все. Признательность в будущем – это не тот вариант. Хорошо, давай попробуем в астрофизике. Корея налаживать с нами отношения. Допустим, связаться на десятое число с япошками. Славик, ты сейчас знаешь, что попробуй сделать? Попробуй дальше определять, что за ученые здесь находятся. Кореяночка. Профессор Брей. Фанат своего дела. Патриот. Перекатиполь. Этот ученый быстро теряет бдительность в компании привлекательного человека. Знаешь, тогда попробуй обольстить. Попробуй обольстить этого человека. Хотя я не знаю, разумно ли это. Уровень опасности сейчас очень велик. И можно это отменить? Можно это отменить? Можно не обольщать? А можно чем-то другим заняться, например? Расследовать можно? Можно. Просто... Или же все-таки попробовать? Но тогда мне нужно понизить уровень тревоги. Ладно, попробуем обольстить все-таки. Попробуем обольстить. Здесь у нас много просто ученых. Попробуем разработать их. Хорошо, конец хода. Полковник, миссия выполнена. У меня есть все необходимые сведения об этом ученым. Она работает в области здоровья. Благодаря совершенствованию гипертягучих материалов и технологий лазерной передачи энергии, вероятные солнечные станции Solar Network могут обеспечить энергетические потребности Земли на многие столетия. Тут говорят, что нам все молодцы и влиятельная группировка StarFronter хочет получить эти знания себе. Мы можем это отдать им, тем самым улучшить и мировые отношения, и... Знаешь что? Я уже хочу отдать им эту технологию. Но если я оставлю себе, то я продвинусь на больше, на плюс единицу в изучении теории Сигмы, и ученый, я могу добавить ему новую характеристику. Он может скрывать энергетическую сигнатуру в своей лаборатории, поэтому его труднее найти. Но я все-таки рискну и отдам StarFronter. Закрыть. Ну, они, конечно, довольны. Они довольны, они счастливы. Компания активировала свою сеть орбитальных станций солнечной энергии. Мы как бы улучшили отношения. StarFronter теперь самая влиятельная сила на Земле. Можно только надеяться, что их намерения благие. Ну, остается надеяться. Если это не так, то мы только приблизим час судного дня. Мне нужна твоя помощь, Дмитрий. Я во Франции. Местный оперативник пытался убить меня. Ужас. Мне пришлось защищаться. Он мертв. А что ты дома не сидишь? Меня собираются допросить, что мне делать? Я поговорю с начальством и организую тебе дипломатический эскорт. Ты выше меня в должности, но не знаешь, что делать. Ну, наверное, я поговорю с начальством. Хотя, наверное, это испортит мои отношения. Спасибо, Дмитрий. Да, на 10%. На 10%... Черт побери, процентов. Какая мне выгода от твоих отношений? Че ты дома не сидишь? Профессор Старки. Без привязанности. Невозможно подкупить. У этого ученого нет личных связей. Ну, знаешь что? Мне, конечно, можно ее начать обольстить. Но здесь очень большой уровень тревоги. Просто огромный. Может быть, все-таки изменить свою позицию и отправиться почему бы в ту же Америку? Почему бы не слетать в Америку? Конец хода. Ученый профессор Берей теперь в отделении изучения Сигмы. Отныне он будет нашим двойным агентом. Полковник, миссия выполнен. У меня есть все необходимые сведения об этом ученом. Турция успешно завершила военную операцию в Руанде. Ваши дроны нам очень помогли. Мое... Мое-мое почтение. Да, говорят турки. Итак, что мы имеем? Полковник, плохие новости. Я боюсь, Китай завершил проект под кодовым названием Lightning. Мы сделаем все возможное, чтобы разобрать их результаты, что должно ускорить наше исследование. Полковник, Китай теперь посылает агентов улучшенных. Мгм. Дмитрий, несмотря на бушующий мировой кризис, ты делаешь все возможное, чтобы наши профессиональные обязательства и трения не вредили нашим отношениям. Мало того, чем больше я с тобой работаю, тем больше убеждаюсь, что именно тебя мне всегда не хватало. Спасибо тебе за все. Я люблю тебя. Великобритания на связи. Самовлюбленность. Лезть, да? Чего именно хотите? Ну, не получится ученого. Не получится. Пора заключить мир. Что вы предлагаете? Давай технология. Мне кажется, я этим куда-нибудь загоню себя в нехорошее место. Агент по имени Афродита может начинать эвакуацию ученого. Знаешь что, Афродита? Ты, конечно, можешь начинать. Ты можешь начинать, но мне кажется, что уровень тревоги нужно понизить. И отправить сюда дронов. И, кстати, ну, если не эвакуировать, то через какое-то время, по-моему, если я не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Эта операция аннулируется. Но это не точно. Итак, у нас Тигр в Америке. Он сейчас будет искать компромат на ихнего дипломата. Конец хода. Полковник, их ученый хорошо защищен. Мне не удалось собрать никакой информации. Креты до дипломата похоронены где-то глубоко. Полковник, плохие новости. Я боюсь, Корея завершила проект. Подкуда... Да что ж такое? Мне кажется, я уже где-то глубоко внизу. Полковник, Корея использовала всю мощь проекта стабилити для получения обычного количества средств за очень короткое время. Их подразделение Сигма теперь аж сочится деньгами. Я думаю, вы можете обнаружить, что их ученые внезапно оказались невосприимчивы к взяточниству. Вот как. Итак, ты можешь добыть оружие? Купить его? Два дня тебе надо? Или пойдем без оружия? Используем интеллект. Отменить. Значится так. Зломать. Понизить уровень тревоги. Хорошо. Здесь у нас не получилось. Хорошо. Может быть, попробовать найти ученых? Ну, это не тот, не тот человек, который должен искать. Нам нужна встреча. Нам нужна встреча. И, возможно, наша встреча будет... А с турецким лидером что? Что мы там будем искать? Может, тогда отменить это все и проникнуть в Турцию? Конец хода. Итак... Двойные агенты. Полковник, плохие новости. Я боюсь, Япония завершила проект. Принято. Полковник. Была использована нашими врагами. Это может быть использован для повышения собственных способностей. Полковник. Страна США больше не участвует в гонке за обладание технологиями стигмы. Их значительное отставание от других стран... Принято. Встречаемся с Япошкой. Вот. Отношения уже хорошие, как бы, да? Педантизм. Уважительный. Для меня большая честь встретиться с вами. Может быть, сейчас мы попробуем приобрести ученого. Суруха Шигура? Также он занимается... Предоставим какие-нибудь... Что-нибудь с финансами. Да, да, смотри, получилось, получилось. Отлично, мы и Япония заключили соглашение. Ученый профессор Сару Хаши теперь работает в нашей программе. Замечательно. Сура Хаши теперь с нами. Хорошее отношение, это хорошо. Ты вообще занимаешься вопросом или нет? Решаешь проблему? Я могу... Смотри, здесь был профессор Дрессельхаус. Дрессельхаус. Я могу его эвакуировать, потому что... А, или не могу. Пока что не могу. Пока что не могу. Могу отменить это? Я нахожусь на задании, поэтому не может. Ладно, конец хода. Мне удалось понизить... Получить полный контроль над их системой оповещения. Они перестанут обращать внимание на нашу активность на их территории. Замечательно. Замечательно, Славик, ты поработал. Полковник, плохие новости. Я боюсь, Великобритания завершила проект под кодованием. Ученые смогли синтезировать универсальные лекарства от рака? Полковник, я представляю партию, которая заинтересована в некоторых наших исследованиях Сигмы. Если вы предоставите им доступ к одному из ваших открытий, они будут готовы предложить вам значительную сумму денег в результате руководства вашей страны и даст вам значительную свободу действий. Так что скажете? Хорошо для старых исследований. Улучшилось отношение, да? Итак, мы успеем еще? Да. Эвакуируем этого профессора к себе, потому что он им не нужен. И... И сейчас будем проводить операцию по перемещению профессора Брей. Так точно. Задача эвакуации состоит в том, чтобы сопроводить агента к безопасному пункту. Чем осторожнее агента, тем меньше насилия они применят, тем вероятнее успех. Этот уровень тревоги власти, чем скрытнее действует агент, тем меньше власти будут их преследовать, и тем меньше противников им встретится. Это оружие агента. Ножичек. Тут указывается, могут ли мои дроны помочь агенту на задании. Дрон-разведчик позволяет агенту принимать решения и избегать вооруженных столкновений. Если у меня есть союзники, но у меня их нет. Щелкните начать и вперед. Начать. Операция «Сладкий клевер». Это здоровье агента. Удачи. Вражеский агент раздобыл мое описание и позицию. Пока от него удалось оторваться. Есть. Агент Афродита. Это оператор дрона-разведчика. Был замечен патруль, который должен пересечь ваш маршрут. Сообщаю его точное место положения. Катак с противника избегать их больше не выйдет. Закрыть. Агент Афродита. Это оператор боевого дрона. Замечена угроза в поле зрения. Вы хотите нанести воздушный удар? Да. Черт. Подождите. Нужно как-то выйти точно на цель, чтобы как можно лучше... Блин. Подожди. Вот сейчас. Вот сейчас. Вот сейчас. Огонь. 56%. Жертвы среди мирного населения. Ну, их не избежать было. Что ж теперь делать? Устранить. Удар был нанесен, но устранить все цели не удалось. Еще раз. Закрыть. Я в роскошном отеле. Я в роскошном отеле, который мы обсуждали на брифинге. Возле черного хода дежурит полиция. Похоже, они охраняют какую-то крупную шишку. Поищу другой маршрут. Рядом есть и гараж. Идите туда. Мне не удалось угнать машину. Сработала сигнализация. Придется идти пешком. Вот тебе и скрытое перемещение. Я на складе текстиля. Меня копы ищут. Можно устроить пожар и отвлечь внимание. Могут быть пострадавшие. Выбора нет. Действуйте. Удалось кое-что поджечь. Подымить немного, а мне пора. По невероятному совпадению, думаю, передо мной как раз стацион Кунг Вонг, глава Сигмы в Корее. Они выгоняют дип-машину на совещание. Собрались там охранники, кейс с документами. Забейте, эвакуация важней. Есть. Это оператор дроноразведчика. Был замечен патруль, который должен пресечь вас маршрут. Сообщаю его точными столбжения. Ну а почему не действует дроноразведчик? Сделай что-нибудь. Бежать очень опасно. Есть полицейских, разыскивают меня с дроном. Они почти нашли меня. Устранить. Да, устранили. Устранили. Свобода действий. Доказательствами нет. В общем, погиб наш агент. Афродита. Афродита наша погибла. Замечательно. Ай, боевой дрон. А как работает разведыватель дрон? Хорошо. Но отчаиваться не будем. Отчаиваться не будем. Будем продолжать работу. Нелегкую, трудную работу. Будем дипломатически, значит, добиваться. Мы сейчас на четвертом месте. Славик. Попробуй еще понизить уровень тревоги. Конец хода. Мы в России. Профессор Дрессельхаус находится под охраной в исследовательском центре. Ну и замечательно. Наша контрразведка обнаружила вражеского шпиона. Если не принять меры, он может захватить моего ученого. Надо отправить агента на перехват шпиона. В противном случае я рискую потереть ученого. Мой агент готов перехватить вражеского шпиона. Нажмите на его портрет. Замечательно. Как раз ты вовремя здесь. Альфа. Обнаружение. Прикажете агенту выявить и обнаружить шпиона. С помощью этих данных мы сможем перехватить его. Определить, конечно. Ой. Вот так далее. Определить. Итак. Нужно связаться. Попросить о встрече. Связаться. Попросить о встрече. А что? Зачем понижать уровень тревоги? Да, мы все равно его не вытащим, этого агента. Он же любил Афродиту. А теперь, кого он будет любить? Так. Дрессельхаус. Дрессельхаус. Чуть не сказал Дюссельдорф. Работает над здоровьем. Пускай работает. Пускай работает. Найти ученых. Даже не знаю. Без интеллекта нам не справиться. Ну попробуем. Конец хода. Мне удалось получить полный контроль над их системой оповещения. Они перестанут обращать внимание на нашу активность на их территории. Замечательно. Но может... Я даже не знаю. Может быть тогда Славик возьмет и попробует просто похитить его? Обольстить, подкупить. Патриот. Этот ученый любит обсуждать свою родину. Фанат свой любит обсуждать... Давай вот... Попробуем переманить. Попробуем переманить. Попробуем переманить. Конец хода. Полковник, шпион обнаружен. Ожидаю приказов. Шпион 9-4-13. Полковник, после того, как исчез Афродита, двойной агент профессор Брей прекратил с нами связь. Не стоит больше ожидать сведений от этого источника. Понятное дело, конечно. Полковник, плохие новости. Я боюсь, Китай завершила проект над кодовым названием Свич. Профессор говорит. Дрессельхаус. Полковник, наши враги обладают технологией Свич, которая интересует и в дрон поддержки. Так, с нами я Пошка на связи. Педантизм. Подожди. Уважительный тон. Благодарю, что смогли и смогли уделить мне время. Ученого хочу. Миямото. Ами. Можно? Наверное, нет, да? Наверное, нет. В астрофизике. Отлично. Мы, Япония, заключили соглашение. Ученый профессор Миями теперь работает в нашей программе. Продолжит. Замечательно. Мой агент выявил шпион. Нажмите шпионно. Нажмите на его портрет. 9-4-13. Конспирирован. Очень законспирирован. Захват агента, попытаться захватить вражеского шпиона. Это более трудная задача, успех которой зависит от физических характеристик агента. Мы будем захват противодействовать. Попытаться захватить. Если не тигр, то кто? Кто захватит этого шпиона? Так, секунду. Мне нужно подумать о какой-нибудь встрече. На 16-е у меня назначено. На 16-е у меня назначено. А значит, мы посмотрим, кто свободен. На 18-е. Отто фон Лестер. Ну, отношения. Отношения хуже некуда. Япошки мне больше не нужны. Как бы они меня особенно не интересуют. Надо узнать, что там, чем Турция дышит. Давай вот с Великобританией. На 20-е число назначим встречу. Почему нет? Правильно же? Сейчас у нас работает еще и Миямото Ами на нейронауке. Слабо, конечно, но работают. Как-то они не очень стараются. Давно никаких не было открытий. Конец хода. Китай как стремительно растет. Как стремительно. Я подтверждаю захват агента по имени 9-4-13. Ученый профессор Брей теперь в отделе изучения Сигмы. Отныне он будет нашим двойным агентом. Саймон Брей. Получилось его, да? Перемодить на нашу сторону. И, кстати, ученый очень ценный. Сверхэффективный георадар G-Force способен обнаружить ископаемое топливо и залежи драгоценных металлов в любой точке Земли. Грядет последняя золотая лихорадка. Полковник, у нас есть окончательные результаты проекта G-Force. Знаешь, я даже не знаю, что лучше. У меня нет вербовки. Поэтому я, наверное, все-таки... Отдам стран-фронтер это все. Закрыть. Принято. Мне лучше... Нужно улучшить отношения со своей страной. И с другими, понятно. Полковник, Турция представляет явную и существенную опасность. Мы думаем, что они готовят нападения на нас. По совпадению, их есть огромные запасы природных ресурсов, которые они не использовали в полной мере. Нам нужен повод, чтобы начать войну. Этот повод вы. Вы объявите, что государство Турции украло у вас секреты Сигмы. Нет, я не буду зачинщиком войны. Но я не хочу. Я просто судный день. Я боялся, что наступит судный полковник. Усилия и средства, потраченные вами для достижения главенства в области исследования Сигмы, астрофизика, не пройдут даром. Укрытие. Ученый по вашему выбору получит черту необнаружимый. Бизнес-класс дает по вашему выбору получать черту ультрамобильный. Давай ультрамобильный. Ультрамобильный Славик будет у нас. Закрыть. Мы захватили шпиона, я могу договориться о его выдаче под баломатическим каналом или допросить его. Для этого наведите курсор на мою страну, чтобы открыть список захваченных шпионов и нажмите на нужный портрет. Ага. Это здоровье захваченного шпиона. Важно, чтобы шпион оставался в живых, если его планируют вернуть на родину. Здоровье понемногу восстанавливается каждый день. Замечательно. Это сила воли захваченного шпиона. Чем она ниже, тем легче будет получить у него информацию. Начай допрос. Стандартный допрос, наверное. Я ничего вам не скажу. Продолжить допрос. Лишение сна. Вот, заговоришь, заговоришь. Чего вы хотите? Раньше надо было говорить. Я хочу узнать об уязвимости к системе безопасности в Корее. Я хочу узнать о системах аварийного оповещения. Расскажите мне о руководстве Сигмы в Корее. Я хочу узнать об уязв... Слушай, а если я сейчас буду как раз... Стаскивать ученого. Я хочу узнать об уязвимых системах безопасности в Корее. Хорошо, я все скажу. Ускорено изучение Сигмы в Корее. Приостановить допрос. А чем это мне... Полезно? Даже не знаю. Секунду. Итак, продолжаем. Продолжаем. И... И что? Еще один шпион? Определить. Определить. Эм... Мне бы, конечно, знаешь что? Дронов туда. Разведчиков. Хотя... Я все-таки попробую. Я хочу эвакуировать. Начать. Уровень тревоги сейчас очень низок. Но как нам удастся пройти через все это? Может быть... Славе, конечно, не очень силен. Оружия у него нет. Но интеллект. На перекрестке стоит машина. Водитель спрашивает дорогу у прохожего. Думаю, удастся спереть. А отклонение от маршрута... Никак. Никаких отклонений держите с плана. Это только привлечет. Привлечет нам внимание. Вот и все. Эвакуация прошла успешно. Незаметная просто операция. Ни жертв. Ничего. Славик молодец. Уйти. Прекрасно выполнена операция без лишнего шума. Именно такая работа обеспечит нам победу в войне. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с вами. И как улучшились отношения с начальством-то сразу. Как улучшились отношения с начальством. Конец хода. Может, вы нам на агента дадите какого-нибудь нового? Мы в России. Профессор Бры находится под охраной в исследовательском центре. Полковник. Мне не удалось проникнуть в их исследовательский центр и собрать всю информацию, которая нам нужна. Но меня засекли. Мне удалось, да? Астрофизикой занимается. Астрофизикой. Полковник. Наш отдел кадров обновил список, доступный для найма незав... Вот замечательно. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Боже мой. Шива. Что за убийца? Ну, у него мозгов нет совсем. Отбитый напрочь. Элитный агент. С проблемами вообще не способен на обольщение. Беспощадный убийца. Этот агент не будет убегать. Этот агент безжалостно игнорирует запреты на использование огнестрельного оружия. Я даже не знаю. В случае ареста этот агент может самостоятельно сбежать из тюрьмы. Эксперт по эвакуации этот агент будет выполнять подробности. Дробные быстрее, чем другие. Вряд ли будет обнаружен контрразведкой. Особенно хорошо подходит для хакерских. Знаешь что? Я возьму... Это же девушка, да? Немка? Робер. Единственное, что нужно почитать о ней. В суде мировом масштабе, не только в рамках кампании. Я ищу хорошего промышленного шпиона, лишенного грязи несовести для хорошего оплачиваемого контракта. Холодная война была ничем мыну, как грандиозным ограблением. А вы, похоже, в этом разбираетесь. Давай так. Из нас получится отличная команда. Замечательно. Я уж боялся, что нет. Турки. Хорошие отношения с турками могут к чему-нибудь хорошему привести, если бы мы узнали что-нибудь о нем. Мы единственные, кто знает правду. Мы нужны друг другу. Да нет, это не то, что надо было говорить, к сожалению. Блин, надо было узнать сначала. Конечно. Ну что ж, улучшить отношения. Хотя уже... И улучшать-то особенно некуда, да? Отозвать дрон-разведчик. Мы не смогли договориться. Ну и ладно. Мы не смогли договориться, но мы, знаешь что, мы должны обязательно провести расследование. Обязательно. Итак, Славик. У нас здесь еще остался... Попросить о встрече на 18 число. Славик. Славик, вылетай в Японию. Ты вылетай в Корею. Быстрое перемещение. У нас ученые. Все как бы уже ученые заняты чем-то, да? Все на чем-то работают. Саймон Брей. Работотехника. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Ну еще надо ученых. Это хорошо, конечно, но не отлично. Мы сейчас всего лишь на втором месте. Все разлетелись по заданиям. Мне удалось узнать об этом дипломате даже больше, чем вы могли подъедиться. Растрата. Ахмед Кирка. Растрата. Банковская квитанция, судя по которой дипломат присвоил крупную сумму общественных денег, переведя их на личный счет. Получена путем угроз банковскому служащию. Ахмед. Ах ты ж метушка. Что ж такое? Ммм. Значит, нужно как-то с ним встретиться. Ну да ладно. Я думаю, что успеем. На самом деле, знаешь что? Нужно подумать об ученых. Поэтому ты, наверное, двигай к немцам. Быстро перемещайся. Ты здесь работай со шпионами. Падма. Ах ты, Падма. Захватить эту Падму. Славик, ты знаешь, что делай? Ты знаешь, что делать, Славик. Ты знаешь, что делать. Ты должен понизить уровень тревоги. Вот что ты должен делать. Ты у нас попробуй, конечно, определить, что здесь за ученый. Конец хода. Я подтверждаю захват агента по имени Падма. Начать. А мы не определили, что там за ученый. Поэтому я не могу его забрать. Поэтому я не смогу забрать. Но я знаешь, что могу? Я могу хотя бы получить доступ к исследованиям. Финансы. Мы получаем из Японии данные по изучению Сигмы. Это хорошо. Дальше. Турки. Мне нужен турок связаться. На 22-е пойдет. На 22-е подойдет. Вот здесь ты знаешь, что будешь взломать. Понижай уровень тревоги. Понижай уровень тревоги. Так, ты у нас... О! Где она? Захватили мы же ее, да? Вот она, падва. Француженка. Миролюбие. Этот агент может оказать и выполнять заказы, которые сочтет слишком жестокими. Хотя, Харль, ты знаешь, что тогда будем? Водой не будем пытать. Сна не будем лишать. Просто стандартный допрос проведем. Я хочу знать о системах аварийного оповещения во Франции. Расскажите мне о руководстве Сигмы во Франции. Добыт компромат. Хорошо, я все скажу. Или продолжить допрос. Давай продолжим. Длительный допрос. Я хочу узнать тайну руководителя Сигмы во Франции. Приостановить вопрос. Приостановить. Вот что. Вот что замечательно. Где-то мой француз. Теперь у нас компромат. Но связываться мы не будем, потому что у нас просто вечер встреч расписан. Ты можешь еще кого-нибудь, Тигра, обезвредить? Нет? Тогда конец хода. Мне удалось получить полный контроль над их системой. Оповещения не перестанут обращать внимание на нашу активность на их территории. Замечательно. Дмитрий, неприятно это говорить, но мне нужна твоя помощь. Страна Франции согласилась на переговоры об энергетическом соглашении, и мы хотели бы видеть на них ученого по имени профессор Сарухаш. Благодаря такой поддержке мы сможем добиться наилучшего соглашения. Он нужен нам на следующей неделе. Хорошо, но рассчитываю на твою поддержку. Профессор Сарухаши отказывается работать? Отказывается? Ладно. Неприятно, но ладно. Попробуем определить, что за ученые здесь есть. Конец хода. Мне удалось проникнуть в государственную систему оповещения и снизить уровень оповещения в отношении наших проектов по эвакуации на 20%. Итак, Великобритания. Лезть. Улучшить отношения. Технологии. Сто процентов. Так, мы... Ты продолжишь, наверное, понижать уровень тревоги. Может, Тигра оттуда уже убирать? Тигра, а ну-ка слетай в Англию. Быстрое перемещение. Конец хода. Полковник, мне удалось забрать немного информации об этом ученом, но меня засекли. Полковник, их ученый хорошо защищен. Да, беда. Полковник, влиятельная группа крайне заинтересована вашим исследованием Сигмы в области робототехника. Вы на пороге разработки оружия, способного изменить геополитический баланс. Всем надо мое сотрудничество. Здесь есть ученый, нужно определить, кто это, чтобы потом вести разговор. Тебе удалось, профессор Динг, нейронауки. Попробуем определить, что за ученый. Похищать пока что не будем. Боевой дрон направить сюда. Турция у нас на связи, да? Так, нужно определить, с кем мы будем встречаться дальше. Я думаю, что все-таки с английским дипломатом не помешало бы встретиться вновь. А на 22-е нет, да? С япошкой на 24-е. Я думаю, к тому мы определим, что за ученые там. Возвращаемся к нашему миру. Конец хода. Мне удалось проникнуть в государственную систему, понизить уровень. Замечательно. Ну что ж, Ахмед. Знаешь что? Сразу же флешку тебе. Поднос. Ты, конечно, все против, да? И мне нужный доступ к вашим исследованиям. Робототехника. А мы тебе обещаем, знаешь что? Признательность. Блин. Че там, ничего нет, получается? Ноль. Поиск ученых. Поиск ученых. Конец хода. Полковник и ученый хорошо защищен. Мне не удалось собрать никакой информации. И беспрецедентной мощности, способной управлять, к примеру, системой сборов и выплав масштаба к целой страны, он мог бы заменить целое министерство. И так. Давит просто всемирный банк, чтобы мы отдали эту... Чтобы мы отдали это им. Но я все-таки оставлю это себе. Открыта новая технология. Самолет Стартос. Снизкоорбитальный космический аппарат. Ничего себе, как пошло. Ничего себе, как пошло. Хорошо. Отдадим Старфронтер. Результаты просто поразительные. Сделать все возможное, как они нам благодарны, просто не передать словами. Все счастливы и довольны. Принято. Принято. Полковник, ваши сотрудники службы безопасности конфисковали лекарства, которые у меня были для личного использования. Это производная героина, которую я использую для улучшения своей работы. У меня ломка. Отдайте. Давайте, примите двойную дозу. Так он умрет сейчас. Я собираюсь вернуться к работе Дебетли, да? Ну конечно, Глушко убирает. Так, фармацевтическая... Да что ж такое, паперло какая информация? Долбанный наркоман. Так, промышленный агент по вашему выбору получит черту хакер. Дрон будет присутствовать в Японии. Закрыть. Итак, Индия. Ты давай сюда опять в Россию. Быстро перемещайся. Ты давай сюда быстро перемещайся. Конец хода. Путь и назначение. Начать. Уважительный тон. Благодарю, что смогли уделить время. Ученого хочу. Что взамен? Технологии? Астрофизики? Нет, не получилось. Нет, не получилось. Ну ладно. Значит так. Мы перетаскиваем этого профессора к себе на родину. Ты у нас определяешь, что это за агенты тут набежали. Ты у нас сейчас как закончишь, летишь в Японию и забираешь этого агента силой, черт побери. Конец хода. Так. Так, а его обнаружили, он сбегает, да? Значит так. Ты летишь сюда. Мне нужны дроны-разведчики в Японии. Боевые дроны, 7 дней осталось, тоже летят сюда. Сейчас будет проводиться смертельная просто операция. Пробуем найти ученых, определить. Что за ученый к нам прилетел? Астрофизик. Хорошо. Конец хода. Не удалось выполнить задание в отношении шпиона. Источники сообщают, что шпион покинул страну. А, ну покинул и покинул, черт с ним. Давай другого определяй. Что есть здесь еще шпионы. Так, ты перемещайся сюда и перемещайся с оружием. Славик у нас работает над тем, чтобы снизить накаленность. Понизить уровень тревоги. Дальше дроны летят. Все летят. Конец хода. Россия пока и впереди всей. Итак, вражеские агенты вошли на нашу территорию. Ничего страшного. Полковник, что случилось? Международный экологический симпозиум состоится завтра в Германии. Обычно я выступаю с речью о наших последних открытиях, которые, я полагаю, окажут большое влияние на осведомленность. Хорошо. 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 Спасибо за эту возможность. Надеюсь. Старахуши, а ты у нас чем занимаешься? Почему ты не работаешь? Работай. Так, конец хода, да? Конец хода. Мне удалось получить полный контроль. Замечательно. Полковник, миссия выполнена. У меня есть все необходимые сведения об этом ученом. Прям вада шукла. Прям вада шукла. Знаешь что? Мы почему-то не встречаемся ни с кем. Блин, у меня здесь не просто неизвестно, что за ученый. Ммм, даже не знаю. Давай назначим встречу с япошками на 30-е. Про китайцы вообще забыли. Определить. Профессор шукла. Знаешь что? Взломать. Понизить. Я, конечно, не знаю. Может, какими-то другими способами. Наверное, конечно, и есть, возможно, другими способами выигрывать это все. Но у меня идет так. А может быть, еще ничего не получится. Вражеские территории вошли опять на нашу территорию. Итак, мы сейчас будем делать что? Мы будем сейчас выкрадывать, похищать этого агента. Силой просто. Силой. Пускай не обижается нам лишь Гипония, но мне нужны. Мне нужны рабочие руки. Умы. То есть мозги. Да. Нет. Подожди. Знаешь что, Славик? Может, ты сделаешь что-нибудь полезное? Например, найти ученых. Украсть данные сигмы. Почему бы и нет? Конец хода. Полковник, все готово для захвата и эвакуации. Эта парапсихологическая методика позволяет переводить беседы в нужном направлении и внедрять идеи в умысла беседников. Это очень опасная технология. Мы можем приберечь эту технологию для своих операций. Ты знаешь что? Это приблизит просто судный день. Этого нельзя допускать. С помощью этой технологии будет проще убедить иностранных ученых работать на вашу страну. Я оставлю это себе. Я оставлю это себе. Эм. Закрыть. Кого? Славика, наверное, наградим. Что-то там Германия завершила, да? Ну да ладно. Многие что завершили, но они значительно отстают. Страна Франция аннулировала Ордер. Мы освободили шпиона Падма. Боевые дроны добираются до цели за два дня. Замечательно. Свободный путь. Начать. Взаимно. Что вы хотите? Приобрести ученого. Последний шанс. Последний шанс вам. Да. Ученый теперь работает в нашей программе. А мы тут... Мы тут целую-целую операцию разработали. Оказывается, хоп, и все, он перескочил. Моя команда ученых собирается совершить решающий скачок в исследованиях последней технологии Сигмы. Ну, на этой стадии процесс несколько отличается. Откройте технологическое дерево. Ага. Это древо последних технологий. У него пять ветвей специализации. Чтобы раскрыть тайну, которая принесет нам победу, нужно завершить их все. В области, где ученый не является специалистом, его прогресс в исследовании последней технологии будет очень медленным. Поручите ученому работать под специальности. Вот как. Нужно проделать то же самое со всеми остальными учеными. Нам осталось последнее усилие. Мы должны определить, опередить всех остальных. Ну что ж, ну... Астрофизика. Работотехника. Но если мы будем этим заниматься, мы бросим то, чем занимаемся. Понимаешь? Здоровье. Ну как бы ладно. Ученых у них... Ученые еще есть. Ученые еще есть. Ученые еще есть. Может быть, мы не зря здесь сидим. Может, поэтому мы возьмем просто сейчас и похитим его. А я не могу похитить, не определив, да? Я не могу похитить, не определив. Тогда нет. Тогда нет. Тогда ты проводи рекогноцировку. А ты работаешь пока над другим, да? А ты у нас определяешь, что здесь... Подожди. Нужно захватить Анструма. Захватить. Франция. Профессор Шукла. Предпочитает перекати поле. Может, тогда попробовать его переманить? Почему нет? Почему бы и нет? Раз оно такое, перекати поле. Конец хода. Я подтверждаю захват агента по имени Анструм. Полковник. Мне удалось взломать базу данных Прета Сигма и Японии. Их уровень безопасности был намного выше, чем ожидалось. Мне не удалось извлечь никаких данных, но зато удалось устроить беспорядки в их системах. Вражеские агенты на нашей территории. Портал Агейт позволяет почти мгновенно перемещаться вещество на большие расстояния. Грузовые судна и фуру можно будет задавать... Что? Вот это технология. У этого агента есть межпространственный портал, упрощающий его эвакуацию. Да нет, знаешь что? Отдадим это в Старфронтер. Принято. Дмитрий, ты помнишь, что сегодня за день? Сегодня годовщина нашей... Когда мне помнить? У меня работа просто кипит. Сегодня годовщина нашей первой встречи. И мы собираемся отметить ее как-нибудь по-особенному. Но я в Корее. Есть предложение? Предложить ужин при свечах. Отношения со страной ухудшились, но наши романтические. Они разочарованы, что мы не отдали им. Ну конечно. Зато у нас никакого судного дня на горизонте. Итак. Мы захватили этого агента. Кореец, да? А что нам от него надо? Что нам от него надо? Стандартный допрос. Я ничего вам не скажу. Ладно, знаешь что? Приостановить допрос. Мне как бы от Кореи сейчас ничего не надо. Мне от Кореи сейчас ничего не надо. Поэтому мы сейчас будем разрабатывать других шпионов. Попробуем определить, что... Что это за люди здесь работают. Конец хода. Франция успешно завершает военную операцию. Ваши дроны нам очень помогли. Мое правительство передает вам свою благодарность. Так. Конец хода, да? 26% мы добились. Полковник, миссия выполнена. У меня есть все необходимые сведения об этом ученом. А, кстати, нам удалось переманить, да? Этого ученого. Может, тогда проведем эвакуацию? Или нет? Знаешь, что мы сделаем? Мы сейчас проведем похищение. Похитить. Но только завтра. И... Вы хотите эвакуировать ученого по имени Провш? Да? Тоже хочу. Хорошо. Начать. Не знаю, правда, насколько это получится. Но мы будем осторожны. Мы будем... Удалось поймать частника. Но водила странный довезет меня куда-то не туда. Что, если это вражеский агент? Выбирайтесь, но тихо. Склонность к побегу. В случае ареста этот агент может самостоятельно сбежать из тюрьмы. Закрыть. Ну вот и все. Замечательно. Свобода действий. Уровень с начальством растет. Судный день не наступает. В Германии все хорошо. Итак. Ты почему сидишь без дела? Тебе что, нечем... У нас тут шпионов в стране. Просто гора. Рабочий... То есть рабочий этот летит. Так, конец хода, да? Да. 38% изучения стигмы этой. Мы в России. Профессор Шукла находится под экраной. Полковник все готово для захвата. Замечательно. Сейчас мы посмотрим, что тут происходит у нас. Кого мы тут нахватали. И нам нужен финансист. Вот что нам нужно. Нам нужен конкретный, грамотный финансист. Хотим эвакуировать. Да, так точно. Начать. Я в такси. На пути в точке изъятия. Замедляемся. Впереди КПП. Таксист не хочет менять маршрут. Боится, что замесит. Подкупить его. Да, интеллекта у нас нет. Интеллектом не пахнет. Агент. Это оператор дрон-разведчика. Был замечен патруль, который должен пресечь вас маршрут. Сообщаю о его местоположении. Ну, а почему ты ничего не сделаешь, друг разведчик ты мой? Контакт с противником. Две цели. Всего лишь. Вы хотите нанести воздушный удар? Нет. Устранить. Устранить. Угруза устранена без проблем. Ну и эвакуация. Хаотичная. Хаотичная, но все довольны и счастливы. Так, Славик. Ты определяешь, что здесь за... Ученый. Где занимаются финансами, а? Где занимаются финансами? Лети в Турцию. Быстрое перемещение. Так, агент. Давай, хватай этого. Определить. Конец хода. Конец хода. Лучше из лучших получено достижение. Полковник. У меня никакого прогресса в исследованиях. Мне нужен отпуск. Подумайте о новых идеях. Всего один или два дня. Отпустите? Разрешено. Вы не пожалеете об этом. Хорошо. Здесь тоже все отлично. Укрытие. Ученые по вашему выбору получают черту. Давай, черту. Ну, я даже не знаю. Я просто любому тыкну. Кому-нибудь. 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 Итак. Работают. Все работают. Ну, вот нет финансиста. Нет финансиста. Надо где-то стащить финансиста. Может быть, он точно, наверное, в Китае где-то сидит. Точно в Китае. Ну, кого туда пошлешь? А давай и пошлем ее. Пускай летит. Надо было посмотреть. Может, у нее там арест висит. Во Францию? Давай во Францию. Немного информации удалось. Там не удалось. Там удалось. Хорошо. Подожди. Что у нас там со шпионами? Давай посмотрим. Кого мы там нахватали? Кто у нас сидит? Кореянка. Ну, блин. От нее мне ничего не надо. Длительный допрос провести и все. Ничего не скажет. Приостановить допрос. Обнаружили ученого. Профессор работает над робототехникой, да? Ну, давай попробуем определить. Давай попробуем определить. Китай. Так, досье на всякий случай. Орденный арест Германии, да? Контактирует она. Дружит. Расследовать. Расследовать. А что там расследовать? Компромат уже есть. Найти ученых. Вот что нужно. Найти ученых. Для этого нам нужен, наверное, дрон-разведчик все-таки. А где наш дрон-разведчик? А где-то потерялся. А где-то потерялся. Ну и ладно. Что за агент определить? Конец хода. Германия тоже подбирается. Вражеские агенты просто один за одним на нашей территории. Ну, Тигр там контролирует ситуацию. С Тигром-то шутки плохи. 66%. Полковник, миссия выполнена. У меня есть все необходимые сведения об этом ученым. Шпион обнаружен. Ожидаю приказов. Ну что, ты не знаешь, что ли? Захвати его. Так, и здесь у нас профессор Хоакин, да? Ну что ж. Легко подкупить. Но попробуем переманить. Попробуем переманить. Тем более она в заключении. Тем более она в заключении. Мы даже ее можем просто спасти. Взять и спасти. Попробую определить, что за ученый. Конец хода. Я подвержаю захват агента по имени... Слушай, я пошку захватили. Я пошку взяли. Дмитрий, я знаю, что ты сейчас работаешь. Да. Нам нужно поговорить. Другого шанса может не представиться. Что бы ни случилось, я хочу тебе сказать, что не жалея о годах, которые мы провели вместе. Что? Эти усилия не были напрасными. Мы спасали мир. Сигма многое изменила в наших жизнях. Но в целом все к лучшему. У людей есть надежда. И все благодаря тебе. Жребий брошен. Надеюсь, ты доведешь это последнее дело до конца. Как говорится, то что посеешь, то и познешь. Я хочу построить лучший мир. Я пошку мы взяли. Сейчас мы с ним поговорим. Подожди. Я никогда не придам свою родину. Стандартный допрос. Мягенько, мягенько. Расскажи мне о руководстве Сигмы в Японии. Ну, можно продолжить допрос. А можно не продолжить. Просто смотри. Шпион за шпионом. Шпион за шпионом. Еле отбиваемся от шпионов. 81% изучения этой Сигмы. Слишком хорошо охраняется, да? Глаз дракона. Мы хотим сохранить свое господство над его азиатской экономикой, на которой основана гармония наших сообществ. Нам нужна ваша помощь. Ни за что. Ни за что. Ищем ученых. Ищем ученых. Ищем ученых по всему миру. Собираем. Подожди. Тут должна кто-то освободиться. Давай на работу выходи. Хватит сидеть. Проблема в том, что мне нужен финансист. Вот в чем дело. Мне нужен финансист. И без этого я не закончу дело. Я просто остановлюсь сейчас на одном месте. Вот что. Вот что к чему я пришел. Секунду. Продолжаю. А где найти этого финансиста? И кто над этим работает? Даже не знаю. Здесь робототехника. Блин. Мне кажется, что все-таки может быть в Китае. Может быть в Китае. Конец хода. Ожидаю приказов. Мне нужно срочно найти финансиста. Давай сюда, в Китай. Захватить. Здесь нет финансистов. Но может я до конца не узнал? Тоже может быть такое. Правильно? Давай в Турцию. Проникнуть. Не удалось выполнить. Может быть. Связаться. Попросить встречу с китайским лидером. Даже не знаю. Взломать. Найти ученых. Ты у нас продолжишь искать. Подожди. Определить нужно сначала. Конец хода. Япония в настоящее время проводит. Дмитрий, завтра мне на весь день нужен твой агент Славик. Не задавай вопросов. Скажем так, его таланты могут меня заполучить. С радостью? Хорошо. Я вам не прислуга. Ухудшились отношения. На встрече... На встрече высокопоставленных лиц в Азии ваши действия подверглись с осуждений. Дипломатические отношения со странами в этом регионе значительно ухудшились. Да ладно? Случай гибели агентов немедленно будет готов заместитель. Вот так это будет хорошо. Славик мне нужен. Финансист. Джагадиш Саха. Вот он где. В Китае прятался. В Китае прятался этот финансист. Отношения у нас с Китаем хуже некуда. Но мы все-таки попытаемся. Попытаемся что-то сделать. Конечно, сначала понизим уровень тревоги. Затем здесь шпионов захватим. У нас, по-моему, в этих... В застенках нету китайского шпиона? По-моему, нету. Попытаемся определить, что же это за ученые. Дрон-разведчик на помощь. Конец хода. Захватили шпиона. Отлично. Подожди. Ну, по-моему, китайца у меня среди них нет. Значит, будем лима. Вот лима, может быть, и китаец. А может быть и нет. Конец хода. Повелитель пространств получено достижение. Уровень готовности снижен. Замечательно. Молодец. Благодаря новому пониманию квантовой гиперпозиции и своей технологии, мы сможем телепортировать что угодно на любое мыслимое расстояние, а не только в пределах Земли. Это начало истории человечества, как межзвездной расы. Знаешь, я все-таки отдам. В Старфронтера. Закрыть. Они там очень рады. Странные тоже рады. Полковник, у меня к вам конфиденциальный разговор. Меня вот уже много лет крайне интересует тема интеллекта животных. Я считаю, что, используя наши последние открытия, мы могли бы совершить феноменальный скачок в понимании биологии животных. Разрешаю. Профессор Старки отказывается работать. Полковник, усилия и средства, потраченные вами на достижение цели, должны быть воздаграждены, да? Повышается защита от вражеских хакеров. Агент по вашему выбору получит черту хакер. Нет, брат Маузер создадим. Китай. Китай на встрече. А ты знаешь, китаец, что у меня есть досье на тебя? Знаешь или нет? И ты знаешь, китаец? Чего я хочу? Блин. Ладно. Улучшить отношения. Взамен? Вот что. Ага. Славик, подожди. Стоп, а где? Где тут ученый, который нужен был мне? Куда он делся? Где мой финансист? Где мой финансист? Мне кажется, с ним что-то случилось. А я это не прочитал, да? С ним что-то случилось. Куда-то его дели. Уничтожили. Убили. Ладно. Славик, давай отсюда, в Корею. Быстрое перемещение. Полковник, шпион обнаружен. Ожидаю приказов. Принято, принято. Полковник, наше подразделение Сигма нуждается в редком металле. Скандии для создания компьютерного чипа следующего поколения. На рынке есть всего несколько граммов, а нам нужно около двух тонн. Но мы знаем, что в Германии есть залежи Скандии. Может быть, стоит связаться с ними? Давайте работать вместе. Давайте работать вместе. Полковник, страна Великобритания больше не участвует в гонке за обладанием Сим. Технология Сигмы. Ну, принято. Блин. Где еще остались эти ученые? А что с агентом? Куда она делась? Статус спокойный. Она отпросилась куда-то, да? Да. Мне нужен срочно финансист. Хорошо. Конец хода. Нет, подожди. Не конец хода. Захватить. Конец хода. Захватить. Блин, здесь никого нет. Давай в Германию. Быстрое перемещение. Медицина. Ну, они занимаются здесь. Хотя, может быть. Может быть. Давай попробуем определить. Конец хода. Так. Нет, нет, нет. Это не то. Блин. Ему нельзя было в Германию. Ему нельзя было в Германию. А Германия тоже приступила к этому, к изучению. Цель была уничтожена. Ну, надо же тебе. Ну, надо же тебе. Где тебя в Германии? Только в Германии и осталось, что его там ждут. Давай сюда. Доступных целей нет. Давай в Германию. Проникнуть. Конец хода. Изучение-то идет, но очень медленно. Мне нужно добыть ученого-финансиста. Я уже не обращаю внимания ни на что. Полковник. У меня проблема. Что случилось? Журналист позвонил мне по поводу некоторых моих прошлых экспериментов. Не вполне этичных. Я не могу сосредоточиться по этому, что... Потому что беспокоюсь о публикации этой статьи. Я позабочусь об этом. Спасибо. Судный день ближе. Ну и... Какая разница? Конец хода. 1% Германия начала. Начала подниматься. Полковник Агент по имени Чабб сбежал из нашей тюрьмы. Ну и пускай бежит. Пускай бежит. Еда будет целей. Итак... Славик. Взломать. И понизить. Конец хода. Черт побери. Мне нужен финансист. Я уже просто не обращаю внимания ни на что. Но как понять, где из них кто? И может они над финансами со всеми работают? Вот в чем проблема. Похитить. Нет, определить. 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 Только тогда дрона разведчика сюда. Определим тебе. Доступных целей нет. Конец хода. Уровень готовности повышается на 10%. Наши отношения со стороны Турции ухудшились. Мне не удалось проникнуть в их государственную систему оповещения. Ну надо же тебе. Полковник. Плохие новости. Я боюсь, Турция завершила проект под кодом за названием. Профессор Мияма увольняется. Профессор Шукла увольняется. Полковник. Наш отдел кадров обновил список доступных. Восьмеркин. Иди к нам. Каждый новый день он проживает как последний. Причем он очень часто едва таковым не оказывается. Он способен на все. Нравится вам или нет. Я хочу захватить мир. И мне нужен надежный человек. Я хочу заплатить вам огромные деньги. Заодно совершенно скандально. И столь же опасную выходку. Он воровал чемоданы, принадлежащие триадам денег. Прямо из их казино. И фотографировал себя танцующим. Ну, давай так попробуем. Что-то не очень интересно. Замечательно. Замечательно. Ну, мы медленно, но двигаемся в направлении. Дмитрий, вот уже пять лет мы хотим, чтобы страна Германия стала нашим уникальным промышленным партнером. Мы почти готовы заключить соглашение. Они узнали о нас и хотят заполучить в рамках соглашения часть исследования Сигмы. Помоги им. Без проблем. Мне почему-то сейчас не жалко. Что там с учеными? Ну, здесь все закончено. Здесь все закончено. Финансы, 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 финансы. А я боюсь, что, наверное, нигде нет ученых, которые занимали веб-финансы. Просто их нигде, наверное, нет. Китай, в Германии, в Турции. Может, конечно, в Германии что-то быть. Но посмотрим. Но в Китае нет уже ученого. В Китае нет ученых. Конец хода. Полковник, миссия выполнена. У меня есть все необходимые сведения об этом ученом. Что? Полковник, высокогласный агент лайк к вашим услугам. Эксперимент ученого по имени профессор? Да ты что? Ваша руководство послала меня на замену одного из ваших агентов. Выберите, кого вы заменить. Никого. Никого. Черт. Полковник, зачем? Ну, допустим, тигра мы заменим. Но он мне нужен очень. Тигр уходит в отставку. И у меня теперь собака будет обнаруживать, да, наверное, этих агентов? Давай определяй. Пес. Барбос. Слушай, а почему этот профессор страха оказался здесь? Его что, похитили, что ли? Он финансист. Он мне нужен. Он мне как раз нужен. Тогда сейчас же, просто сейчас же, немедленно проведу похищение. Не успеет, конечно, дрон. Был тигр, стал этот самый пес. Хотя успеет. Полковник шпионов дорожит. Гав-гав. Так может, он еще будет лучше работать. Захватить. Эм. Эвакуировать. Начать. Я в такси. Но что-то мне не нравится водитель. Так и пялится в зеркало заднего вида. Он что-то подозревает. Так угони такси. Закрыть. Мне удалось уйти отыскавших меня полицейских. Мне удалось уйти отыскавших меня полицейских. Вот и все. Прекрасно выполнена миссия. Отлично. Отлично. Конец хода. Мне нужен только этот финансист. Иначе это долгая и внутренняя история. Обезвредить. Определить, что за шпион. Давай, пес, занимайся этим делом. У нас есть настоящий гений финансовых наук. Подожди. Ты у нас с чем? С мозгами. По мозгам специалист. Вот так. Конец хода. Я просто уже ничего не делал. Я просто жду, когда я закончу это. Полковник. Шпион обнаружен. Ожидаю приказов. Китаец. Китаец, гад. Попался. Полковник. Мне понравилось работать вместе на последней миссии. Как начать поужинать вместе завтра? Было бы здорово узнать друг друга вне работы. Что такое, маэстро? Ты еще начинаешь. Наши отношения должны оставаться строго профессиональными. Получают жажда крови. Ой, псих. Псих, псих, псих. Так, ну мы продолжаем шпионов-то ловить. Захватить. А ты что будешь делать? А ты взломай. На всякий случай. Вот, не знаю. Укрась данные сигмы. Почему бы и нет? Конец хода. 93%. Дело сразу пошло. Дело сразу пошло на лад. Итак, у нас... Можно, конечно, с дипломатами этими встречаться. Но что-то я уже не хочу. Я уже не хочу. Они мне уже просто надоели. Где этот... Китаец. Жажда крови. Беспощадный убийца, который редко выпускает шанс забрать чью-то жизнь. Да? Ну тогда физическое насилие. М? Как тебе? Я ничего вам не скажу. Продолжи допрос. Гипотермия. Все расскажут. Чуть не помер, гад. Я хочу знать, какие ученые работают на страну Китая. Я хочу знать тайны руководителя. Я хочу... Уязвимость. А системах аварийного. Нет. Зачем я нажал? Стандартный допрос. И все. Уязвимость. Приостановить допрос. Конец хода. Взломать базу данных про это в Сигме в Китае. Угу. Угу. Полковник, наш отдел кадров обновил список. Что еще? Давай восьмеркина возьмем. Вы не понимаете. Да я не хочу понимать. Я просто... Я уже иду к... Я вижу свою цель. Я просто иду к ней. И больше не хочу ничем не заниматься. Ни встречами, ни... Ничем остальным. Полковник, плохие новости. Я боюсь, Корея завершила проект под кодовым названием СОМА. Ну и черт с ними. Да какая катастрофа? Увольняются? Профессор Сахва уволился? Черт, он только пришел. Он только пришел и уже уволился. Нет, ну это катастрофа. Это катастрофа. Не катастрофа, конечно, но неприятность. Но эту неприятность мы переживем. Может, пиона какого-нибудь, а? Нет, доступных целей нет. Конец хода. Турция завершила проект. Принято. Стрелки на часах судного дня. Вот это плохо. Полковник. Мне нужно место без живых существ размером с город, чтобы продолжить мои исследования. Сделаем. Мы получили, как раз-таки, результаты по... Ой, эти данные по экономике. Наш отдел кадров обновил. Что ты хочешь, Восьмеркин? Ты у нас в Хамаде, но заняться нам нечем. Вот что там проблема. Вот в чем проблема. Давай определим. Они, наверное, тоже... Они тоже, наверное, не сидят. Они тоже стаскивают ученых. На всякий случай переведем сюда этого агента. Проникнуть. На всякий случай переведем сюда всех дроны. Конец хода. Конец хода. Алан Монтье, астрофизик. Угу. Жду приказов. Ну, знаешь, что можно взять его, например, взять просто и похитить. Даже не будем стараться обольстить. Просто возьмем и похитим. Просто возьмем и похитим. Конец хода. Дмитрий, хочу попросить об одолжении. Мы думаем, что крупная корпорация сбрасывает радиоактивные отходы в Китае. Ну и черт с ними. Это ж Китай. Ты можешь отправить туда дрон для проверки? Считай, что уже это сделано. Они уже там. Я предвидел. Победа. Вы нашли новейшую технологию Сигмы раньше остальных стран. Полковник. Мы завершили проект Сигма. Да ладно. Проект Сигма? Вроде же так называлась технология. Это еще и проект? Сигма означает сингулярность. Сингулярность – это момент, когда прогресс ускоряется до невообразимых уроков. Все, что мы открыли до сих пор, было простым эхом. Но теперь мы можем идти дальше к истинной сингулярности. О чем вы? Смотрите. В эту машину поместится любой человек. Вот эта громадина? Она ждет первого подопытного? Им станете вы. Да ладно. Почему это? Под действием проекта Сигмы человек изменится. Перейдет на новую ступень эволюции. Обретет интеллект за гранью нашего понимания. Это все равно, что муравью пытаться понять наше общество. Вы хотите сказать, что я изменюсь? Мы полагаем, что вместе с интеллектом придет непостижимая власть над материей. Проще говоря, это машина, превращающая людей в богов. Но понимаете, машина всегда одна. Какое-то время всего один представитель нашего вида будет богом. Богом, способным нас всех уничтожить или вывести нас на свой уровень восприятия. Вы рискнете? Доверите? Это кому-то еще? Пожалуй, что нет. Я готов стать богом. Готовьте машину. Я сделаю это. Включайте ее. Да. Мой разум обострился. Я будто вижу все насквозь. Я могу прочесть ваши мысли. Я помню все во всех подробностях. Мои аналитические способности усилились десятикратно. Я понимаю свои ошибки. Время замерло. Нет. Это, я думаю, быстрее слишком быстро. Мой взгляд пронзает пространство. Я чувствую ваши умы. Заторможенные, медленные, ущербные. Я вижу умы ученых в этом здании и в городе за его стенами. И даже дальше, по всей стране, моя проницательность безгранична. Я чувствую, что мог бы преобразовать ваш разум. Я знаю, что вы включили эту машину всего секунду назад. Вы ничего не знаете о моей силе. Я мог бы вас уничтожить. Но я хочу вам помочь. Ваша человеческая совесть, ваши эмоции. Как же все это грубо. Вы понятия не имеете, насколько чисты теперь мои помыслы. Я помогу вам. Я зажгу ваши умы. Вы последуйте за мной. Вы тоже преобразитесь. Все человечество разом. Вам даже не понадобится машина. Я все сделаю сам. Вы освободитесь от ограничений своих тел и своего прошлого. Через несколько секунд вы, подобно мне, очнетесь и станете свободны. Мы станем созданиями из чистой мысли и энергии, способных свободно странствовать по вселенной. Способных на все. Мы станем богами, исследователями космоса и внутренних миров. Мы поведем заблудшие расы к совершенству. Несмотря на нашу звериную натуру, наш страх и ненависть, мы удержались от войны и самоуничтожения. Мы преуспели, и мы все станем свободны, станем богами. Наша божественная раса займет свое место среди звезд и станет путеводной звездой для тем, кто пожелает присоединиться к нам. Приветствую тебя, новое человечество. Твоя судьба ждет. К свету получены достижения. Классический режим. Конец игры. Классический режим. Дипломат. Ну, не знаю, рейтинг игроков. У меня счет 1562. Что-то не туда залез. Ладно. Закончим, наверное, на этом. Конец пришел. Мы стали богами. Мы спасем мир. Надеюсь. Вот и все. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok